Неправильно утилизированные защитные маски и перчатки несут в себе двойную угрозу, уверены специалисты. Что происходит с отходами, которые были в непосредственном контакте с зараженными COVID-19? Ответы на волнующие вопросы в нашем следующем сюжете. Ежедневно специальный автомобиль компании «Экология» выходит в рейс по городу. В маршруте больницы и медучреждения, которые в процессе своей работы производят медицинские отходы. Из-за распространения COVID-19 к обычным медотходам в больницах добавились чрезвычайно эпидемиологически опасные медицинские отходы. Маски, перчатки, респираторы, шприцы, одноразовая посуда. Все то, чем пользуются врачи и больные, находящиеся на лечении. Чрезвычайно эпидемиологически опасные медицинские отходы перед отправкой на утилизацию обязательно дезинфицируются. Упаковываются они строго в красные пакеты с обязательной маркировкой «Класс В». На утилизацию медицинские отходы, в том числе и чрезвычайно опасные, доставляют в специальных желтых контейнерах. Компания больше 10 лет работает с таким материалом, поэтому переоборудовать цех не пришлось. Как и раньше, все уничтожают термическим способом, то есть сжигают. Продукты горения проходят многоступенчатую очистку, поэтому полученный на выходе дым полностью безопасен для окружающей среды. Выработанное в процессе тепло также находит применение. Все техпроцессы производства и отопление всего корпуса осуществляется за счет теплосъема именно той энергии, которая образовалась в результате горения отходов. Сегодня на предприятии свозятся медицинские отходы со всей республики. Утилизация проходит с соблюдением всех мер безопасности. Жители нашей республики могут быть спокойны, потому что все отходы, связанные с пандемией, под жестким контролем. Богдана Дойникова, Игорь Зверев, Республика.